Дорогие и господи, это тот момент, который вы все остались ждать! ACA Лига продемонстрирует главный депутат сегодняшнего вечера! Пять раундов в ACA Лига Гран-При Квартур-финал! Официальные лица! Главный судья, это Джордж Магомед Магомедов! Судьи у клетки оценивают главные события! Джорджи, в рейн-сайде, скрывают этот главный депутат! Артур Шайхов, Фарид Нагаев, Андрей Ковалев и Александр Попандопулос! Ваш судья-хронопедрист, your timekeeper, Амир Гетина Магомедов! И со звуком зирены, ваш рефери в октагоне! И, во время сирены звучат, ваш рефери, Джордж Максим Протасов! Итак, дамы и господа на трибунах! Миллионы фанатов ACA во всем мире! В прямом эфире! Из концертно-спортивного комплекса арена на телеканале Матч ТВ! Главный бой вечера! Лиги АСИА! Лиги АСИА! Дамы и господи, дамы и дамы и миллионы АСИА-фанатов по всему миру! Лиги АСИА! Лиги АСИА! Лиги АСИА! Лиги АСИА! Его профессиональный рекорд – 14 побед при пяти порошениях! Дамы и господа, он из Санкт-Петербурга, Россия! Приветствуйте! Михаил Пахматкий! А вот и его соперник в красном углу октагона! Бойцом 31 год, рост 182 сантиметра, вес 93,45 килограмма! Его профессиональный рекорд – 17 побед, 7 поражений! Дамы и господа, из Екатеринбурга, Россия! Ваше приветствие! Олег Ольшевич! Парни, внимательно слушаем мою команду и активно защищаемся на протяжении всего пыльника! Руки пожали! Угла! Итак, главный бой вечера! Пора начинать, Михаил Махнаткин и Олег Оленичев! Примерно сопоставимые данные, лишь размах рук побольше у Михаила Махнаткина. Будет ли он иметь какое-то решающее значение – сейчас выясним. Действительно, Свердловский рок-клуб или Питерский? Интересно, на чьей стороне мнение здесь Михаила и Олега. Ну да ладно, давайте смотреть. Центр занимает Михаил Махнаткин, он настоящий мастер давления, прессинга. Работает первым номером и вообще введением работы по набору очков. Лоу-кек от него. И не менее мощный – это уж точно от Олега Оленичева. Лоу-кек по внутренней стороне бедра. Да, и в углу Махнаткина говорят про переднюю руку. Работать ей, фехтовать, больше финтить. Это первый поединок Михаила Махнаткина в лиге ACA. Действительно, долго друг напротив друга стоят парни, не раскачивая, не перемещаясь. Как будто бы нужно вот открыть счет вот этот невидимый ударом, попасть кому-то для того, чтобы разжечь костер внутри этой клетки. И вот преуспевает в целом временами гораздо больше Махнаткин. Пока идет подбор дистанции. И с Олегом они пытаются бороться. Возможно, ему уже вот этого хорошо. Лоу-кик, там неплохая подставка была. Вот Оленичева. Обменялись любезно с ними. Он все время назад должен идти, видишь, подавлю, подавлю. Это надо встречать. И в разных стойках работают бойцы. Сторонние у Михаила Махнаткина. Оказывается, сейчас небольшое давление Оленича. И первый удар, который чисто зашел. Вот бойца из Санкт-Петербурга. Взбивать, кстати, начал Махнаткин вот эти передние удары и сразу же втыкать джеб. Полетел вперед Оленичев, да. Хорошая атака была и колено добавил. Все в рамках правил. Хорошее давление. Опять же, бросковые техники у Михаила Махнаткина на очень высоком уровне. Еще раз отметим, что достижение в боевом самбо. Краткие. Кстати говоря, что касается вообще гран-при в категории до 93-х килограммов, то здесь пока есть только один полфиналист. Полфиналист – это бразилец Леонардо Силва. Вот четвертьфинал, который мы с вами наблюдаем. И 11 августа будет еще бой Фаридуна Адилова и Ильхана Мусаева. Соответственно, победитель этой пары, скорее всего, выйдет на победителя пары Фаридун против Ильхана. Постреливает джебом Михаил Махнаткин, не давая таким образом легко подобраться Олегу Валенчеву на свою уже ударную дистанцию. И вот этот обмен лоу-киками пока выглядит как будто бы единственным вариантом для ведения поединка. Довольно много времени прошло с момента последнего поединка Михаила Махнаткина. Пока видим, что стилистически он не изменился. Пытается сблизиться Олег Оленичев. И опять переигрывает на скорости Михаил Махнаткин. Он быстрее, резче, но при этом он не работает жестко. Вот единственный, наверное, эпизод, который немножко внес оживление в первый раунд за минуту с лишним до конца. По опасным моментам вообще получается 1-1. Перед тем, как дебютировать в Лиге Иссея, Михаил Махнаткин ушел на неплохой серии из трех побед, но при этом после этой серии был простой. Опять угрожает Махнаткин, но джебом. То есть сам плотно не атакует. И еще один джеб. Очень аккуратно воткнул его Михаил. Очень интересно будет посмотреть на цифры после первого раунда. Плохая атака справа от Ветеринбургского спортсмена. Не получается подобраться вновь у Олега Оленичева. С дистанцией попытка поработать на руках и вот опять же, подбегая, тут же натыкается на удар. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Второй раунд. Второй раунд. Раунд 2. Роскошные планы КСК-арены во Санкт-Петербурге. Локейк от Михаила Махтадкина на старте. И вообще все организовано, как всегда, на высшем уровне. И, конечно же, нашу телевизионную трансляцию, за что отдельное спасибо нашей вскрытийной бригаде. В договоре с Денисом Шулениным. Здорово. Вот здесь опять удачное действие от Махтадкина. Только я хотел сказать, что он, в принципе, попадает редко. И как будто бы есть задача просто прийти домой с минимальным ущербом на лице и в целом. Стоппер был от Михаила. Такое ощущение, что парни изначально согласились на длинный бой, а где-то, возможно, просто часть плана Михаила. Он действительно филигранно умеет выигрывать по чуть-чуть. И если будет возможность, он, конечно же, постарается докутировать соперника. Но если надо именно переиграть, то в этом Михаил настоящий мастер. Более того, можно вообще сказать, что у Михаила Махтадкина есть такой свой, отчасти неповторимый, уникальный стиль. Действительно. Не дает он возможности подобраться сейчас Олегу Оленичеву. Как ни крути. Он держит на дистанции, он его там обстреливает. Да, есть хорошие внутренние лоу-кики у Оленичева. Есть попытки вот так кавалерийским наскоком подобраться. Но это, в общем-то, заканчивалось, по крайней мере, до этого эпизода. Именно так. Именно в стойке и не было развития у именно подобного рода эпизода. Справа по горбусу был один удар от Олега. Пытается он прессинговать в стойке в борьбе. Хорошо здесь защищается Михаил. И на выходе обменялись опять несколькими ударами. Еще один аспект заслуживает отдельного внимания. Это, конечно, скоростные данные парней. Это категория до 93, а скорости, ну, как у средний вес, а то еще меньше. Абсолютно точно. Именно с весовой категории хотел как раз сказать тысячу раз «да». Но иногда и средний вес из такой комплекции встречаются. Вот, в общем-то. Но, опять же, Олег Оленичев в разных дивизионах уступал. Если мне не изменяет память, даже в категории до 77 был. А Михаил бился и в тяжелом весе, в том числе. Хороший был апперкот от Махнаткина. Джеб. Очень точный в челюсть. Еще разок. Между рук. Еще раз. Да, вот так перестучать своего оппонента Михаил вполне может, как я уже сказал, с минимальным ущербом. Да, при этом даже работая вторым номером. Без проблем. Но кик и боковой. Вот отсюда не было видно, с нашей позиции зашел или нет удар у Оленичева. Но мне показалось, что было попадание. 42 на 6 по ударам. Если отталкиваться от сухих ЦФР в пользу Махнаткина. Да, причем любопытно. Оленичев идет вперед. Вроде бы тот боец должен доминировать. А преимущество как раз-таки именно у фонтерпанчера. Левое на месте. Ура! Почтарь он не зашел. Михаила. Да, взять на нем. Ладей к нему, Миша. Он назад должен идти. И давай сберет его, бежать. Да, ударь навстречу. Я думаю, вы слышите, что подсказывают Михаилу. Деркай, дергай, дергай. Береть, береть. Ну и слышите, Сало делает свое. Это, конечно, классика смешных единоборств. Третья часть. Третья часть. Третья часть. На скачке атака и тут же справа отвечает Михаил Кленч. Разрывается дистанция. Последние минуты и здесь зацепил Оленичев. Зацепил точно, абсолютно. Вот это его шанс. И завязаться как раз-таки сейчас задача у Оленичева. Еще здесь на ближней дистанции пробивает Олег. Немного дезориентирован Михаил Махнаткин. Шикарный эпизод выдает Олег. Последним, кто крепко попадал по Михаилу Махнаткину, был Максим Гришин. Было это ой, как давно. На время поглядывает Оленичев. Анализируя, что еще можно сделать в этом раунде. Зацеп не получается у Махнаткина. И едва там Оленичев не зазевался. Как раз поглядывая в свой угол, пока этот прием пытался осуществить Михаил Махнаткин. У нас стойка. И благодаря вот этому эпизоду все выравнивается в этом раунде. Пробивает двойку, затем лоу-кик Михаил Махнаткин. Мне кажется, просто посмелее идти вперед Олегу Оленичеву. Идем, попадание! И перерыв, и перерыв. 1-1 там. 1-1 там. Продолжение следует... Готовы? Бой! Стрельцов! Итак, третий раунд. Михаил Мактаткин против Олега Оленинчева. Последняя минута второго отрезка оказалась очень интересной. После стремительной атаки Олега мощно ответил Михаил. И показывает. Давай порубимся сейчас Олега Оленинчева, потому что чувствует, что попали. Чувствует, что по нему который раз уже попадают. И идет сам вперед. Правый цепляет. Вот именно, что цепляет. Так слегка причесал Оленинчев оппонента. Есть еще один удар. Он там лбом буквально его съел Мактаткин. С короткого расстояния локоть не удался. Сейчас явно вскрыли все карты бойцы и уже практически не стесняются рубиться. Колено по корпусу. И здесь из клинча Мактаткин отвечает. Вот так. Не жди. Работай. Работай. Не тянись. Бань на луку. Не тянись. Такая качественная шахматная партия получается. Кость в кость. Удар на удар. Даже получается нокдаун на нокдаун. По факту. Мудрые подсказки от угла Мактаткина. Не тянутся. Потому что конечности это хватает, чтобы вот так делать. Совершенно верно. И на уклончиках, соответственно, Олегу Оленинчеву с попыткой потом перевести. С попыткой потом вот так побязать в клинч и поработать отсюда. Борьба. Олег. Последний свой поединок. До этого проводил пять раундов. Да, он не дошел до дистанции всей. А вот сейчас перевод. Получился тейкдаун. И дважды еще попал Михаил. Определенно кайс очков заработал. И видно, как виски корпус сразу потянулся за ручкой. Чтобы это отметить. Ручками. Пошел вперед опять Олег Оленинчев. Понимая, что ему нужно наверстывать. Отработал правой ногой. Миддл кик. Требует работы передней рукой. Тот Мактаткина. Звободим плети. Зам, зам, Миша. Миша, Миша, Миша. Миша, Миша. Скандирует трибуны. Лоу-кик. Тем временем вот Оленинчевый. И джеб в ответ. Побежал, побежал. Засеменил ногами. Оленинчев, но он удар не решился. Джеб зашел. Олег начинает стоять и начинает принимать удары. Это не очень хороший знак, но не критичный. Одну ногу пошел. Пытается докрутить. И что получится? Да. Вот такой тейкдаун проводит Олег Оленинчев. Практически занимая позицию полного маунта. Ноги не заправляет. Только одну сейчас. Грузит всей массой. Минута 50 еще есть. Это ошибка. Однозначно. Вот Михаила Мактаткина. Что дальше? Да, очень здорово здесь пытается болевой прием применить Мактаткин для того, чтобы избавиться от назойливого оппонента, который застрял сзади. И пытается здесь набрасывать изнутри удары, с внешней стороны. Но в целом Михаил защищается достаточно неплохо. Там либо в руку, либо в плечо, либо мимо. Опять завел ногу. Правую вторую не заводит. И такого полноценного бэкмаунта мы не видим. Но преимущество сейчас есть у Оленя Чива. Смотрим. Показал, что он удушающий пойдет. Да, удары в голову. Сейчас парочка прошла. Еще один прихват за шею. Разворачивается лицом. Попытка выйти опять же на болевой прием. Скорее страхуется там больше Михаил Мактаткин. По гормусу несколько ударов. Середина боя. Пошел, пошел. Здесь узел. Неужели получится? Старается Михаил Мактаткин. Смотрим. Не может поменять угол. Вышел. Все-таки из этого положения фумаунт. 27 секунд. Сейчас ждать уже бессмысленно. Но и не форсирует событие Олега Оленича. А времени ведь совсем немного. Локти. Танцовку. Какую выдает сейчас Олег Оленичев? Есть, есть попадание. В тяжелейшее положение попадает Михаил Мактаткин. Все, этот раунд завершен. Безусловно, нравится происходящее в клетке Денису Гальцову. Ну и такую концовку раунда, конечно, серьезную выдал Олег Оленичев. Общая статистика вашего внимания, в том числе. Ну что ж, третий раунд у нас за Олегом. Да, и сейчас как раз намеренно с тобой сделали паузу, чтобы послушать, что говорят. И действительно, у Мактаткина абсолютно верная установка. Простая комбинация, которая не дает приближаться к себе. И то, что произошло сейчас в конце раунда, особенно вот с этим добиванием, это, безусловно, просчет. Четвертый раунд. Раунд четыре. Готовы, бой! Четвертый раунд! Михаил отмечал, что двухлетний простой не будет иметь значения. Олег все это время постоянно соревновался, причем на очень высоком уровне. Он бился за пояс в Лиге ЕСЕЙ. Оказывает давление Оленичев на старте четвертого раунда. Двойка чисто зашла у Мактаткина. То, что просили в углу, собственно говоря. Да, вот так остреливаться не позволять приближаться, потому что, как мы посмотрели, если дело дойдет до борьбы, если дело дойдет до перевода, там может быть очень тяжелая ситуация для Михаила Мактаткина. И это, в том числе, сейчас как раз информация, если Михаил пройдет, то для его потенциальных оппонентов далее. Но еще очень много времени до окончания поединка, еще совершенно ничего не ясно. И удивительно легко Олег перевел Михаила в предыдущем отрезке. Здесь стойкая, ударов нет. Широкая защита. Опять начинает перебивать Михаил Мактаткин. Постоянные качели. Одну ногу. Не сдается здесь. Едва ли не падает. Ой-ой-ой, а вот сейчас может быть проблема. Да-да-да, попался, попался здесь. Олег, смотрим. Так можно и травму получить. Нет, выкручивается Олег. Олег, вот это да, браво. Очень, очень опасный эпизод. Наверное, один из самых драматичных за этот поединок. Такой опытный саммейст Михаил Мактаткин. И такой хороший захват взял. И упустил все-таки возможность провести саммейшу. Три минуты уже меньше. До конца четвертого отрезка. По чуть-чуть, по чуть-чуть, давай, работай. Здесь работа. Снизу ручки, выше. Давление в стойке, конечно же, может учитываться. Но в самую последнюю очередь. И при абсолютно идентичных остальных показателях. Вот здесь хорошо Мактаткин контрприемом прихватился для того, чтобы сложнее было его упаковать. И сам выходит вот здесь, да. Попытку, по крайней мере, побороться самому. Это прямо в учебнике можно засовывать. Да, как хорошая иллюстрация того, как надо защищаться. Но, если мы смотрим этот эпизод до конца, то все-таки Оленичев пробарывает и оказывается сверху. Помним мы, как закончился предыдущий эпизод подобного рода. Да, не мытьем, так катанем. Все-таки Оленичев добивается борьбы. Но, опять же, если силы здесь обойти защиту, или будет из гарда работать. Да, просят локти подключать. Просто кричат из угла Олега. У Оленичева тоже серьезная группа поддержки. Здесь в Санкт-Петербурге. Вчера на взвешивании там целая бригада была из-за клуба Архангел Михаил. Именно этот клуб и эту команду представляет Олег. Ногами упрись, говорю! Миш, работай! Да, необходимо береться Олегу Оленичеву, чтобы тяжелее удары были. Мишань, ногами сработать! Попытка пересесть здесь диагональный контроль. Рычаг локтя пытался там оформить Михаил Мохнаткин. Хаммерфисты на коротке. Здорово! Хорошо. Очень так смачно несколько раз попал. И локтем наотмашь. По горбусу пробивает Олег. Ну что, надо опять все считать здесь. Перевод был, борьба была. Сколько там набросил. Олег непонятно. Жестко с правой. Несколько раз. Встает Олег Оленичев, увеличивая амплитуду и тяжесть ударов. Но там не так просто все. Мохнаткин хорошо защищается. Отталкивается ногами. И едва здесь обкикал все не заканчивается. Очень опасно было. И близок был еще и к треугольнику. На Михаил. Но так или иначе Олег прорывается вперед. И делает свое. Аккуратные боковые хаммерфисты. Выбрасывает. Левой попадает Оленичев. И этот эпизод, конечно, с даже лежащим на спине Мохнаткиным, конечно, совсем не похож на тот, которым заканчивался раунд. Десять секунд! Просто уже дорабатывает здесь видно Олег Оленичев. Левый, кстати, очень здорово попал под занавес. И все. И впереди нас ждет следующий раунд. Еще раз посмотрим на цифры. Послушаем секундантов. По-прежнему, говорят Михаилу, работай передней рукой. Концовку нужно доработать. Все, что есть, отдай. И Михаил тоже все это понимает. Одно могу сказать, что на некоторых судейских карточках сейчас 2-2. То же самое было и в предыдущем поединке, когда бились Джонсон и Визиген. Причем здесь такие четкие 2-2. Первый, второй отрезок Михаилу. Третий, четвертый Олегу. Посмотрим, как распределятся судейские голоса далее и в целом по предыдущим раундам. Квинтэссенция, в общем-то, сегодняшнего вечера наступает прямо сейчас. Говорили навстречу работать Михаилу Махнаткину в углу и пока он делает все правильно. Сближается в свою очередь Оленчев. И в клинче ему ничего не удается. Более того, Михаил выбросил один апперкот. Еще один стейк. Будет ли бросок? Да, той самой ржавчины, скорее всего, нет у Михаила. Функционально хорошо он готов. И кричат из угла, уйди на дистанцию. Попытка подсечку сделать. Такой фирменный, можно сказать, выбор из равновесия. В исполнении Михаила. Самбиский не получился. Подсаживается ниже и защищается опять же. Махнаткин. Неужели здесь докатит эту борьбу? Минута только прошла. Ищет внутренний зацеп. Глубже туда садится. Но защищается Махнаткин. Точно так же, как это было несколькими мгновениями ранее. В прошлом раунде точно. Так, смотрим. Нет, не может здесь выбраться. И появляется возможность для удара у Махнаткина. Пару молотков он все-таки попал. 3.30. Поднимаются парни. Ну что ж, здесь, кажется, легко защищался. В первом эпизоде Махнаткин. Обытка номер 2. Отбрасывает ноги Махнаткин. Олег прет. Да, просто буром здесь двигается навстречу. Хорошо там прихватил руку на какое-то время, по крайней мере, Махнаткин. Пыдается встать. Ну и загрузить здесь не удается до конца. На левое колено очень уверенно опирается Михаил. Вот шанс забрать спину. Несколько ударов. От Олега ничего. Перекрывается Михаил. Ничего критичного не пропускает. Просто кричат на него секунданты. Вставай, вставай. Вставай, Миша, вставай. Половина раунда. Вставай, вставай. Можно понять, конечно, их сейчас нервное напряжение. Рычаг колено. Ничего себе. Получится ли? Ну разное пробовал сегодня Михаил Махнаткин. Сдастся или нет? Терпит, терпит Олег. Как будто бы ничего не происходит. Я думаю, что потенциально может дотерпеть здесь Оленичев. Да. Да. Ну как ловко, как ловко ловил Махнаткин. Вот это бэкграунд из самбо. Да, это на подкорке. Просто сидит у Михаила эти приемы. Он сделает в любом состоянии. Даже ночью разбудит. Диагональный контроль здесь. Чем закончится? Работает на автомате. Левой рукой попытка подняться от Махнаткина. Не нравится ему, безусловно, это положение. Да, времени уже не так много. Ну что ж, это совсем не тот бой, что был в Санкт-Петербурге 6 лет назад, когда Махнаткин бился с Павловичем. Да, здесь очень напряженно, очень драматично. Надо поставить на стопу. Давай, давай, Миша. Слева продолжает набрасывать Оленича. Вставай, Миша, вставай. Миша, не межит, вставай. Вставай, Миша. Ну что ж, не может пока подняться Михаил. И попытка зайти на удушающий прием. Переигрывает здесь Михаил Махнаткин. И это его время чуть больше минуты. И тут же. Удары наносит. Тяжело Олегу Оленичеву. Опирается он на сетку. Нельзя этого делать сейчас. Да, убирает руку. Попытка разжать захват. Еще удар от Махнаткина. И лицом к лицу теперь. Ну что, такому бою нужен отличный финиш. И есть перевод со стороны Михаила. Просто голова в голову идут. На протяжении всего боя вновь за спиной Махнаткин. Там опять же нужно считать удары. Но удушающий перейти не получится. Встает, встает Олег. Очень тяжело. Олегу Оленичеву посвежее ухо разговаривает между собой. Здесь не попал. Хорошо грузит. Контролирует положение корпуса соперника Михаил. Разрыв дистанции. Двойку выбрасывает. Ну что, будет еще один перевод или нет? Все, нет. Этот тейкдаун уже не в счет. Кадис Ибрагимов также в зале. Кадис Ибрагимов также в зале. Ждем финальное решение. Вот здесь мог выиграть досрочно Михаил Махнаткин. И узел плеча чуть не провел. И рычаг колена чуть было не провел. На рычаг локтя тоже выходил. Но это все не прошло. Много было ярких, простите, моментов в этом противостоянии. Благодарит Михаил Коблику. Бросит поддержки. Отпахали 25 минут. Но нужно определить, кто идет дальше. Итак, слушаем. Слушаем Александра Загорского. Итак, уважаемые дамы и господа. По завершении главного события обратимся к судейским запискам. Ladies and gentlemen, at the end of the main event, we go to the Georgia scorecards. Первый судья, Georgia 1, 48-46, 48-46. И судьи 2, 3, 4 и 5 одинаково оценили поединок 48-47. Таким образом, единогласным решением судей одержал победу и отправляется в полуфинал Гран-при полутяжелого веса. Мишаил Макнаткин становится вторым полуфиналистом Гран-при полутяжелого веса ACA. Наши поздравления. Друзья, дайте еще аплодисменты. Классный бой. Поздравляю тебя с проходом в следующую стадию. Какие у тебя эмоции сразу после этого поединка? В первую очередь хочу большую благодарность и попросить публику поддержать Олега Ленчева. Я считаю, что это был более чем конкурентный бой, равный бой. Наверное, стены помогли, я поэтому победил. Хочу поблагодарить свой тренерский штаб. Это Александр Игоревич Коршунов, Денис Левизов, Никита Тамбилов, Асланбек Кадзаев и Руслана Хазыровича Дадаева. Также отдельно хотел поблагодарить свою команду. Прайд, Ерохин Тим, Костя, Хамзат. Спасибо, что пришли поддержать парня. И передать своей семье большой привет. Своей жене Яне, дочке Авроре и сыну. И сказать ему, чтобы он не ленился, чтобы он меня по телевизору видел. Не ленился, трудился, любил свою деятельность. И все у него получится. Спасибо. Спасибо большое, Михаил Махнаткин. Санкт-Петербург, кто поддерживал и был против. Всем большое спасибо, что пришли поддержать. Всех очень люблю. Знаю, что тут много моих друзей и товарищей. Всем большое спасибо. Ваш аплодисменты Михаил Махнаткин. И теперь Олег Оленичев. Олег, прошу тебя на центр. Надо сказать, что ты выглядел гораздо убедительнее сегодня, чем в поединке с Макомедовым. Физика, очень много аспектов, которые ты действительно подтянул. Как ты считаешь, что не получилось? Концовочку дал последнего раунда. Все. В остальном, в целом, ты считаешь, что было ровно? Ну, я не судья, но считаю, я три раунда забрал из пяти. Ну, последний проиграл, да. Почему я весь пятый раунд доминировал, кроме Концовки? Скажи, пожалуйста, что ты чувствовал в тот момент, когда серьезно по тебе попал Михаил? Ничего. А что было в голове? Ничего. Стою. Продолжаю. Ты действительно демонстрируешь чудеса стойкости. Мы желаем тебе скорейшего восстановления. Кого бы ты хотел поблагодарить? Свою семью, свою жену, Алину, своих родителей, которые подарили мне жизнь. Всех своих многочисленных родственников. Всем большой пример. И что еще подсказать? Спасибо ребятам, которые приехали из Екатеринбурга. Я, к сожалению, проиграл. И как бы у меня такая философия, что когда ты побеждаешь, тебя любят все. А когда проигрываешь, тебя любят действительно те люди, которые для тебя что-то имеют значение. Также хочу поблагодарить групп Архангела Михаила, Ивана Штыркова, Илья Олеговстаев. Антон Глазырин, Коля Клименко, Игорь Алексеевича Латушкина. Также хочу поблагодарить всех дагестанцев, которые за меня болели и поддерживали. Клубцы «Госфайспирт», Клуб «Агат», Дадай, Шамиль, Магомед. Все мои друзья, спасибо вам. Приеду, еще будем развиваться. Ну и Питер, спасибо большое. Мы желаем тебе скорейшего восстановления выше носа. Олега Оленича, ваши аплодисменты.